Вы знаете, вот только что прозвучала фраза в отношении того, что позиция посла. МИД Германии четко заявил на следующий день, что это не позиция посла, это позиция МИДа Германии и Федеративной Республики Германии. Это первое. Второе, когда мы говорим о Минских соглашениях, что они утратили свой смысл, то я думаю... Я удачу даже понимание немецкой стороной... Я думаю, что это, ну скажем, хорошее рассуждение для коммунальной кухни. Но и эксперты, и государственные деятели должны говорить о том, какая альтернатива для Украины может быть невыполнение Минских соглашений. Вот когда эксперт, который близок к администрации президента, говорит о том, что Минские соглашения это не наша стратегия, это тактика, фактически говоря о том, что это тактика по затягиванию времени, я думаю, что это лишнее подтверждение того, к чему ведет нынешняя власть. О том, что единственный путь для нас это Минские соглашения, в очередной раз сказали наши гаранты выполнения этих соглашений, главное это Германия и Франция. Это подтвердила новая администрация Соединенных Штатов Америки. И когда говорится опять же о том, что вернулись тезисы о поддержке Украины, они никуда не уходили. Никто из официальных представителей Соединенных Штатов Америки, ни предыдущей администрации, ни нынешней администрации ни разу не говорил о том, что Украину не надо поддерживать. Украина должна сама защищать свои интересы. Если наша стратегическая цель это возврат территориальной целостности и мира в нашу страну, то мы, мне кажется, должны прислушаться к нашим международным партнерам и выполнить Минские соглашения. Спасибо.